Тандыр. Древнее изобретение человечества, лучше которого для приготовления мяса на огне до сих пор, наверное, ничего не придумали. Наши традиционные мангалы и американский барбекю на газу, все они безусловно имеют право на жизнь. Но тандыр занимает особое место среди всех способов приготовления мяса рыбы. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Это тандыр. Как видите, он представляет из себя большой глиняный сосуд. Внутри разводится костер, он раскаляет стенки этого сосуда, и когда полностью все прогорает, продукты готовятся от тепла, запасенного стенками тандыра, а не на открытом пламени. Конечно же, это миниатюрный тандыр. Обычно тандыры делают вот такие огромные, но у этого есть свои преимущества, впрочем, как и недостатки. Если вам это сильно интересно, пишите свои замечания в комментариях, я думаю, мы снимем отдельный ролик. А пока займемся растопкой. На улице сегодня довольно тепло, около 15 градусов, поэтому хватит всего одной загрузки дров. Загружаю сюда. Это инсима, каменный дуб. Здесь есть маленькое поддувало. Во время прогрева тандыра оно должно быть открыто. Потом, когда все протопится и пламя погаснет, поддувало надо будет закрыть. Меня пригласили в гости на тандыр, и я этим воспользовался. Пусть пока тандыр прогревается, а вас я приглашаю заглянуть в сегодняшнее утро. Всем привет! Знакомьтесь, Владимир. Именно он сегодня пригласил меня на тандыр. Привет! Ты расскажи, как ты дошел до жизни такой? Здесь мясо на полк солдат. Ну, я очень люблю кушать, и друзья мои любят кушать. Еще я люблю готовить. Ну, это заметно. Да. Давай, рассказывай, с чем мы начнем? Ну, здесь у нас есть необычная комбинация барашек и курочка. А чего у тебя курица такая желтая? А курица особенная, золотая, непростая, золотая. Ее кормят только кукурузой, вот, чтобы мясо было, вот, более нежное, более натуральное, считается как биопродукт. Ну, начинать надо с лука. Давай я буду чистить, а ты будешь резать. Так, а резать-то как? Давай будем, наверное, потоньше, чтобы сока больше из него вышло. Хорошо. Хорошо, что мы надевать его не будем на шампура, а просто... Знаешь, меня что смущает? Вот смотри, большой кусок мяса, я по образованию теплоэнергетик, теплота вовнутрь мяса проходит медленно, это не кусок железа, который быстро прогревается. При высокой температуре мясо снаружи уже прогрелось, уже начинает гореть, а внутрь теплота еще не успела пройти. То есть при высоких реальных температурах, при тех высоких, про которые там рекламщики пишут, про 400 градусов, я боюсь, что там никаких не 400, потому что было бы 400, все бы, черту, сгорело уже снаружи, а внутри бы еще не пропеклось. Ну, есть же еще, помимо самого, скажем так, температуры тепла, есть еще и волна инфракрасного тепла, которая так же влияет на... Ну, в зависимости от длины волны, это, ну, как бы энергия может проходить мясо. Это ты рассказываешь теплоэнергетику, да? Ну, я не знаю. Ой, я зажидал совсем. Тепло передается либо конвективно, либо лучистой энергией. Когда ты про волну рассказываешь, это та самая лучистая энергия. Но это всего лишь способ передачи тепла куску мяса, а скорость распространения внутри куска мяса... Ну, может быть, она прогревает его насквозь, эта волна, я не знаю, как в микроволновке. Ну, честно говоря, я не теплоэнергетик, я абсолютно точно единственный знаю, я практик. А на практике получается офигенное мясо, и вот такой вот толстый кусок, вот такой вот, прокрывается, за 15 минут прожаривается насквозь. И даже толще. Вот мы с тобой проведем эксперимент и померяем температуру реальную. Посмотрим, как они практики против теоретиков-то пойдут. Так, ну, лук нарезали, что дальше-то делаем? Марината, наверное, готовить? Вот, для начала давай, наверное, посолим немножко мяса, потому что у нас будет еще свой соус, он будет тоже соленый, поэтому мы посолим немножко меньше, чем обычно, мы посолили мясо. Вот, и поперчим его. Солим крупной солью? Да, конечно. Поехали. Много не сыпем. Сейчас мы это все еще раз перевернем и посыпем заново. С одной стороны мы посолили, поперчили, теперь просто перевернем мясо. Вот, и посолим опять на другую. Слушай, это все здорово, а курицу-то не солили, ничего не делали? Или это потом пойдет? Ну, да, мы сейчас отделили немножко курицу, потому что все же вместе мариновать прям как мы не будем. Как бы мы в том же маринаде, то и так же, но немножко пооделись. Поэтому нам еще лука нужно заполнить, на паре, паре будет побольше. Какие тонкости? Я обычно прям так плотненько укладываю мясо, когда его много, можно прям так весь, всю столешницу заложить мясом. И сразу же его перчить, так сказать, чтобы было массовое производство. Я смотрю, у меня волосы дыбом становятся, сколько здесь мяса. Мы вот посолили, в принципе, теперь нам нужно сделать маринад. Так, маринад. Мы возьмем... Посудина у меня есть, отличная. Венчик. Венчик. Еще нам желают, наверное, масло оливковое и... И соевый соус. Как это ты говоришь? А это все появляется, как по магии. Как раз сверху сваливается. Я такой вообще волшебный. Нам, наверное, побольше, я думаю. Потому что... Так? Еще? Да. Еще? Ну, примерно нормально, да. Ну, помню. Как? Еще, наверное, столько же соевого соуса. Ну, прям один к одному. Если бы мы готовили салат, можно было бы чуть меньше соевого соуса. В принципе, на самом деле, замечательная смесь соевого соуса. Все? Еще? И взбиваем. Да. Взбиваем. Ну, и еще такой момент. Нам в этот соус можно было бы добавить немножко чили. Только его, наверное, надо помолоть. Сколько? Ну, я думаю, так вот, наверное, и хватит, да. Так, ты сказал слоями. Давай, поэтому... Еще у нас есть петрушка? Мы ее будем нарезать или так перекладывать? Мы ее немножко нарежем, чтобы она сок тоже дала. Потому что нам же интересен ее сок, а не сама петрушка. Давай, нарежем. Так, мы куда это будем пересыпать или сладить сразу сюда? Мы это будем как же слоями укладывать. Прямо вот вместе с луком. Хорошо, тогда еще начнем укладку слоями. Львиную часть лука, наверное, надо отложить. А что бы ты изменил в этом рецепте? В этом рецепте? Ну, во-первых, я бы не стал, наверное, нарезать петрушку мелко. Потому что для того, чтобы она дала сок, ее можно просто помять. Тогда ее можно удалять будет легко, не отрисаясь с кусков мяса. А мы бы это пораньше? И мы бы сделали так. Вот. Я бы, наверное, не стал мясо ни солить, ни перчить, а ввел бы и соль и перец сразу в маринад. Почему? Дело в том, что подавляющее большинство ароматических веществ жирорастворимы. Поэтому, если в маринад, в масляный маринад ввести перец, то как раз-таки острота перца и его ароматы в масле разойдутся. А масло потом обволакивать будет плавно каждый кусок мяса. А сейчас это будет происходить значительно медленнее, так как мы посыпали перцем. Вот. Наверное, так я бы сделал. Вообще, мариновать удобнее всего, мне по крайней мере, используя полиэтиленовые пакеты плотные. Потому что в них значительно проще все это дело жамкать, прочее. А если есть еще вакуумные пакеты, которые мы у нас в паре, то вообще все хорошо. Это уже вообще сказка. Ну, у нас все просто. Поэтому будем использовать пресс тот же. Так, а как с этим самым сердцем? Можно курить в войне. Ой, слушай, вот не говори, а то я сейчас уже ударил. Смотрите, чем тяжелые. Это бред. Бред мариновать курицу в майонезе. Вот что такое майонез, который подается в магазине? Во-первых, это не майонез для начала. То есть, он никакого отношения к майонезу не имеет. У нас здесь в Испании, кстати, ужасный майонез. Да он везде такой. В России, честно говоря, в одессе лучше. Ой, ладно, слушай. Везде используется эмульгатор, это кометь какая-нибудь там, красители, кипсы. Лучше, конечно, это можно сделать самому. У тебя, кстати, даже видео будет. Конечно. Я его только сам и делаю, если делаю. Потому что это, во-первых, просто, во-вторых, быстро. И делаешь то, что нужно, а не какую-то ерунду. Натуральный майонез, который ты делаешь, он в холодильнике. А натурального майонеза мариновать не надо? Я крайне не люблю и в жизни, так сказать, и на кухне бессмысленных действий. Что такое майонез? Это эмульсия, которая состоит из масла, из кислой составляющей, какой-то, ну там, либо уксус, если мы говорим про провансаль, если мы говорим там про какие-нибудь там другие эти майонезы, типа этих андалузских и так далее, добавляется лимонный сок и прочее. И яйцо. То есть сначала мы делаем эмульсию для маринады, в котором есть масло, уксус и так далее. А для чего эмульсия? Смысл в этой эмульсии? Никакой. Сразу же масло. Хочешь ты тех вкусов, добавляешь масло, добавляешь уксус или лимонный сок и получаешь тот самый вкус, который тебе нужен. Яйцо, по идее, нам несмысленно класть. А зачем оно там? Оно никакого смысла не имеет. Вот поэтому какое-то бредовое совершенно вот это действие. Ах, майонез, потому что он белый. Ну, хочется тебе тех вкусов, но добавь ты отдельных ингредиентов. Ну да, лизон есть. Просто как-то вот... Меня аж трясет, когда я слышу что-то с майонезом. Так, курицу подготовили, сейчас тоже надо ее накрыть. Слушай, мне грязные руки, дай, пожалуйста, тарелку. А в полотенце? Одну тарелку просто накрыть, чтобы сама придавить. Ну вот это, наверное, да. Все. Сейчас придавлю эту тарелку гнетом и пусть маринуется. Ну, а мы с Аней встречаемся уже около тандыра. Тандыр у нас разгорелся. Ну, самое время насадить мясо. Ну, давай насаживать. Давай насаживать. Такой фанат тандыров. Что, действительно так удобно, что ли? Ну, это вообще мое любимое просто решение для приготовления мяса. Слушай, а чем тебе гриль не устраивает? Ну, гриль вообще замечательная вещь. Ну, смотри, вот если я... Извини, перебью, ты не отвлекайся, насаживать надо. Ты сейчас увлечешься рассказами. Ну, и чем тебе гриль не нравится? Ну, на гриле надо постоянно стоять. То соли подбросишь, то воды, водички побрызгать, чтобы это огнет. И можно так или иначе получить, в общем, в конечном итоге подгорелое мясо. А с тандыром не так, что ли? А с тандыром все гораздо проще. Ну, вот смотри, вот если куски не очень большие, то я буквально их положил, да и 15 минут, и все. Уже все готово. Я могу вынимать и сразу же класть на стол. При этом я не стою над этим, я просто иду к гостям и сниму. И квасишь. Квасишь, да. Ладно, убедил. Хорошо, у меня другое возражение. Смотри, вот с тем же самым выбером я могу там поставить туда чугунок, медленно тушить. Куда в эту глиняную штуку ты запихнешь чего? Ну, на самом деле у нас, кстати, на этой глиняной штуке не так много аксессуаров. Но, на самом деле их огромное количество. Вот даже сейчас, вот когда он горит, прямо сейчас тандыр у нас, мы можем туда поставить, например, казан. И в этом казане мы можем сделать прекрасный плов или поджарить там мясо, овощи, как в воке, например. А потом, когда уже... Пламя действительно будет здорово, в воке понятно вообще. А тушить-то не получится. Вовнутрь ты казан не запекнешь. Казан огромный. Ну, это сейчас нельзя, понятное дело. А на самом деле есть ведь там, по-моему, горшочки, которые подвешиваются прямо внутрь. И там можно суп готовить, можно томить что хочешь. Может быть молоко даже там топленое. Потому что он сохраняет тепло очень долго. Ну, в данном случае это еще не утепленный. А есть еще и утепленные даже тандыры. Да, то есть, ну вот даже в этом он сохраняет тепло в течение 6-7 часов. Ну, в зависимости от температуры на улице, конечно же. Короче, тебе нужно тандырю продавать вообще. Ты такой реклама вообще. Ну, я в общем-то очень люблю на самом деле это дело. Я бы с удовольствием даже занялся этим. Я, короче, вижу альтернативу этой штуке. Это классический американский этот гриль, который большое зеленое яйцо. Вот все то же самое вообще, только он там побольше размером может быть. Безусловно. Он еще не только побольше размера, он еще и стоит примерно в 10 раз дороже. Да ладно. Ну, вот самый большой тандыр, да, он может стоить, ну там в районе полутора тысяч евро. Да, то есть, самый огромный, он весит там 200 килограмм, 250 даже бывает. Вот. Он позволяет готовить просто огромное количество мяса. Для ресторанов, наверное, больше подходит. Вот, но даже вот маленький, да, он гораздо дешевле. Вот, маленький стоит там в районе 500 евро, 600 евро. Вот, ну, в Европе. Я вот не приценил, со сколько эти самые зеленые яйца эти стоят. А зеленые яйца 5 тысяч долларов стоят, вот самая небольшая. А самый небольшой, по-моему, начинаются они там в районе тысячи. Это как бы самые маленькие, которые совершенно... Ну, вообще, да, убедительно, убедительно. Ну, что, нам не пора мясо загружать? Ну, уже вот мы сейчас насадили, в принципе, как только у нас стенки побелеют и огня не будет, можно будет выгрести угли и загрузить мясо. Да, ну ладно, что, ждем. Так, давай я попробую уже готовить, не обожгусь. Какая наука. Так, время у нас без десяти. Два. То есть через пять минут. Итак, прошло 20 минут, и уже все готово. По крайней мере, я так думаю. Подожди, подожди, вначале вот эту штучку. Так, куда ее сюда? Да, надо ставить наружу, чтобы она не упала, а то будешь нести, может упасть. Хорошо, как скажешь. А запахи идут. Очень интересный результат. Красота. На, держи. Показывай. Я могу делать сколько угодно. Обалдеть. Капает жирок, вообще ароматы. А картошечка какая вот в жирке, она готовится? Я бы не назвал это здоровым питанием, потому что становиться есть такое невозможно. Ну, это основная проблема. Порции. Вы не представляете, какие сейчас идут ароматы. Просто не представляете. Просто заедуете и глотайте слюну. К такому мясу не нужны никакие соусы. Просто бокал красного вина, свежая зелень, какой-нибудь красный помидорчик. И этого достаточно. Но разве что картошечка, запеченная также в тандыре, вся пропитанная этим соком, этим жирком. Это классно. Вот и все на сегодня. Володь, спасибо тебе большое за приглашение. Огромное спасибо хозяевам этого замечательного дома за этот прекрасный тандыр. Спасибо за компанию. Всем пока. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.